На территории Украины официально вступила в силу распоряжение, согласно которому, женщины разного рода профессий обязаны стать на учет в военкомате. По сути, данный перечень охватывает все отрасли, в которых работают как мужчины, так и женщины. Регистрироваться в военкомате должны не только врачи и телеграфисты, но также женщины, работающие менеджерами или поварами в ресторанах, секретарями, а также те, кто выполняет работу с помощью клавиш. Профессии женщин в сфере информационных технологий, судьи, прокуроры, банкиры, работники музеев, библиотек, архивов, научные сотрудники, фотографы, журналисты, представители музыкальных и художественных профессий. Отмечается, что данное распоряжение было утверждено еще в октябре 2021 года, но известно о нем стало только сейчас. Спешить идти в военкомат не стоит, это возможно сделать до конца 2022 года. Не вставших на учет будут штрафовать. По полученной информации, для тех, кто не встанет на учет, грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов. Это от 510 до 850 гривен. За повторное уклонение в течение года или нарушение во время особого периода, который длится в Украине с 2014 года, от 850 до 1700 гривен. Разумеется, матерям с детьми будет предоставлена определенная отсрочка. По сообщению Министерства обороны, для женщин, подлежащих призыву на военную службу, будут действовать те же отсрочки, что и для мужчин. Учеба, семейные обстоятельства и так далее. Военно обязанные женщины могут быть призваны на военные сборы, как и мужчины, находящиеся в запасе. А при надобности, например, в связи с военной агрессией со стороны России, они могут быть даже мобилизованы. Однако на срочную военную службу женщин не призывают. Кроме того, согласно приказу, для женщин Украины встать на воинский учет является обязанностью, а не правом. Если а. должность или специальность есть в списке, и б. женщина по состоянию здоровья и возрасту годна к военной службе. Показатели здоровья будут определяться военно-врачебной комиссией. Определьный возраст пребывания в запасе – 60 лет. Понятное дело, что эти нововведения вызвали массу эмоций у представительниц прекрасной половины человечества. Например, мало кто хочет идти в армию, оставив дома своего парня или мужа, детей и друзей. Да и вообще, военная служба как таковая их не привлекает.